Добрый день! Передо мной лежит защита нижней шасси для модели Рема Хобби 16 масштаба. И раньше, если был всего там один, максимум два варианта, то на сегодняшний момент на рынке существует огромное количество вариаций и не совсем понятно, чем они отличаются. Давайте в этом видео разберемся, в чем у них принципиальное отличие и какая из дек подходит для конкретной машинки. Для начала небольшая вводная. Данная защита нам необходима для усиления, по сути говоря, вот этого места. То есть основной момент, когда машинка врезается, машинку начинает как бы загибать от удара и она вот в этом месте начинает просто лопаться. Поэтому очень часто рекомендуется устанавливать сюда как раз-таки дополнительную накладку, которая будет придавать некую жесткость при ударе и сам пластик меньше будет подвержен изгибу и вероятность ее поломки она значительно уменьшится. Нижний шасси у нас называется P2501. Соответственно, компания DERB, это компания, которая занимается производством различного тюнинга для китайских брендов, таких как Ремохобби, Химота, ХСП. Они выпустили на рынок готовое решение и, соответственно, назвали его DB A2501. То есть, соответственно, артикулу, букв АКА, обозначающая вроде как, что это у нас идет алюминий. И она выглядела вот таким образом. Одевается она непосредственно поверх шасси. Необходимо нам на 4 самореза, 2 сверху, 2 снизу их просто прикрутить и сделать дополнительные еще 6 отверстий 3-х миллиметровым сверлом и вдеть сюда винты с гаечками. Все крепление у нас имеется в комплекте. В дальнейшем на рынке появилась вот такая накладка, которая также называется DB A2501, но в конце добавилось слово PRO, потому что здесь у нас появились бампера. Впереди достаточно широкие, сзади стандартные. В дальнейшем на рынке появилась еще одна вариация. Также DB, но уже здесь она называется S2501 PRO. И разница с предыдущей в том, что она у нас идет стальная. То есть, здесь у нас дюра алюминий, она значительно легче, здесь сталь, она у нас прям потяжелее. Плюс и минусы каждой из накладок. Вроде как на этой у нас указано, что она достаточно легкая, поэтому она не придает веса самой машинке. И нагрузка на тот же двигатель и регулятор, она минимальная. То есть, вроде как очень хороший вариант. Данная накладочка более жесткая, более крепкая. И чуть ниже центр тяжести становится, за счет того, что она вроде как потяжелее. И машинка вроде как от этого должна чуть лучше управляться. Опять же, разница, честно скажу, будет незначительная. Даже в руках разница не сильно ощущается. Да, потяжелее, но незначительно. Отличие принципиальное, это как раз таки в жесткости передних бамперов. И в размере этих бамперов, как видите, здесь бампер значительно больше, чем у стального. И данный бампер, он у нас дополнительно защищает не только сам бампер, но и передние рычаги и амортизаторы. Здесь же он четко в размер бампера того же S-Max или SE-R. Но вот здесь накладка, она более жесткая. То есть, чтобы согнуть вот эту часть бампера, нужно очень сильно постараться. Здесь, так как это дюраль алюминия, она более мягкая. Согнуть ее действительно можно. Я даже как-то показывал, что я обрезался, и у меня вот эта часть ее прям аж загнула. Прошелся удар по касательной, его загнуло, я потом выпрямил обратно. В принципе, она ходит. Но есть примеры того, что при очень сильных и жестких ударах вот эти части не просто там гнутся, их прям отламывают. Но с другой стороны, отломалась она, не отломался нижний рычаг, как бы свою функцию она выполнила. Там 1, 2, 10 ударов она выдержала. А свою основную функцию защиты нижней шасси, для чего она в принципе и ставится, что эта накладка, что эта накладка выполняют ровно на 100%. В дальнейшем на рынке у нас появилась обновленная модель Ремохобби 16 масштаба. И теперь нижняя дека у нас стала немножко изогнутой. Поэтому вот такие накладки туда устанавливать уже просто не получится. То есть данная накладка у нас подходит легко для моделей старой версии. Но компания Дерпу как бы не растерялась. Да, она выпустила обновление и сделала накладки просто чуть более узкими. То есть располагаться они будут вот таким вот образом. Сейчас покажу. Вот так. То есть опять же свою основную функцию защиту шасси вместе с сужением здесь и здесь она будет выполнять опять же на 100%. Плюс также имеются бамперарства для защиты именно самого бампера. Ну и смотрится в целом неплохо. При этом установка немножко упростилась. То есть если раньше, как я говорил, необходимо было 3-х миллиметровым сверлом делать 6 отверстий, то здесь нужно просто прикрутить все на саморезы. При этом здесь у нас имеются вот такие два отверстия. Если приложить, это у нас будет совмещаться с липучкой. И почему их здесь два? Если вы там решили в перспективе регулятор оборотов перенести на саму деку и тем самым увеличить отсек под аккумулятор, вроде как можно там сделать в самом шасси дополнительное отверстие, добавить еще одну липучку, в деке уже будет соответствующее отверстие, чтобы установить вторую липучку и тем самым более плотно удерживать аккумулятор. То есть в новых версиях Ремохобби там уж идет не липучка, там идет вот такая защелочка, поэтому там эти отверстия в принципе не нужны, но здесь как бы задел на то, что данная накладка будет подходить как для моделей Ремохобби первой версии, так и для моделей Ремохобби второй версии, то есть универсальный вариант. И плюсом на рынке еще сразу же появились различные варианты для установки на другие шасси. То есть у Ремохобби, например, есть машинка Rocket, у которой передний и задний бампер, они вынесены, сама база у нас в машинке такая же, но если мы берем базовую накладочку и пытаемся сюда ее поставить, она у нас как бы не встает, то есть видите здесь она вообще упирается, то есть не дает, и здесь на самом деле мне надо ее чуть ниже опустить, опять же я за счет вытянутого вперед переднего бампера это сделать не могу. Поэтому на рынке появились дополнительные накладочки, они стали чуть более длинные, смотрите, вот она какая разница и теперь на того же Rocket она ставится просто идеально, то есть вариант именно удлиненный. Также на рынке есть модели у нас того же Dingo, это Bagu, у которой в принципе нет бамперов и такая накладочка немножко на той машинке смотрится несуразно, достаточно такой зализанный кузов и вроде как торчатся, еще и выпирают очень сильно бампера. Поэтому на рынке появилась вот такая накладка, впереди и сзади немножко изогнута, чтобы защищать вот эти винты впереди и сзади стоящие, при этом данная накладка максимально универсальная, вообще подходит к любой машинке Rema Hobby, то есть можем также и на S-Max ее поставить, вообще без проблем с верх ногами, вот так она будет ставиться. То есть опять же, свою функцию защита нижней деки, она будет выполнять на 100%, при этом это будет самая дешевая из вариантов, если накладки формата вот таких будут стоить почти в два раза дороже, чем вот такая накладка без бамперов. Можно, конечно, купить вот такую и потом при необходимости отдельно докупить там передний и задний бампер, в эти же отверстия, которые мы здесь будем ставить, она прикручивается и будет появляться бампер. То есть если вы там вначале решили там сэкономить, да, можно купить вот такую накладочку, поставили, в перспективе захотели поставить бампера, то есть чтобы не менять полностью накладку, можно отдельно докупить бампер и поставить. Но докупка переднего и заднего бампера вкупе с этим будет дороже, нежели если вы купили сразу с бамперами, на это тоже стоит обращать внимание. Ну и последний, четвертый вариант в линейке Рима Хобби у нас еще есть Трага, соответственно у Траги у нас имеется сзади вилибарчик вместо заднего бампера, и когда мы устанавливали такого рода накладку, то есть по сути говоря вилибар закрывался, свою функцию он терял. На коллекторных версиях, конечно, там особо и не имеет в нем какого смысла, то есть машинка не встает на дыбы на нем, но при там бесколлекторной системе, если там еще и треску туда поставить, то действительно машинка встает на дыбы, и по сути говоря она упиралась в бампер, теперь же можно установить вот такую накладочку сзади, немножко изогнутую. Опять же данная накладка подходит у нас не только на Траге, но и на модели С-Максов, то есть на Монстров. Смотрите, то есть появилось 4 новых вариантов накладок, и чтобы не путаться в названиях, не путаться что к чему подходит, компания DER просто решила к конце артикула добавить еще несколько букв, то есть если раньше у нас была просто A2501, нижняя тейка, потом PRO это с бамперами, если у нас эта версия дюраль алюминий, то стоит буковка A, если соответственно это у нас сталь, то пишется S, то есть S2501, в данном случае PRO, кстати сейчас она изменила название, опять же в меру обновления с новыми моделями Рема Хобби. Чтобы здесь не путаться, компания добавила в конце дополнительный артикул, если данная накладочка у нас предназначена для баги, то в конце будет написана буковка BG, то есть A2501, BG. Если у нас версия для Траги, то это A2501, TR, то есть Траги, для монстра там написано MT, ну и аналогично там с шорткорсом, то есть если мы выбираем варианты вот из этих 4, то мы просто смотрим какая у нас машинка, баги, Траги, монстр и соответственно подбираем под них. Также на рынке еще появились сразу же, то есть раньше у нас были дюралька и сталь, но для новых версий также вышли обновления в стальном решении, то есть вот например накладка для Траги, сравнение, то есть она в принципе такая же, чуть-чуть там уже передний бампер, буквально на несколько миллиметров, чуть-чуть там дизайном другой, но принципиальная разница, что это у нас идет стальная, это у нас идет дюралевая. Та же разница в весе, хотя здесь на самом деле разница в весе вообще минимальная, но будет разница небольшая в цене, ну как правило там 50-100 рублей. И наверное если вы хотите максимально усилить машинку, я бы рекомендовал выбирать именно стальные, все равно так иначе они пожестче, там небольшая прибавка в весе к машинке, она в принципе это даже плюс. То есть в таких накладках, наверное, опять же свою функцию на 100% защиты нижней деки они будут выполнять, если наоборот не хотите прибавки веса, а хотите, чтобы машинка была максимально легкая, чтобы оставалась такая же маневренная и юркая, то можно устанавливать вот такие дюральки. Соответственно версии у нас также появились детальные и просто разница в том, что здесь будет написано не А2501, а С2501. Все, в принципе теперь по накладкам я закончил, то есть по сути говоря сейчас они стали у нас более универсальными. Если у вас старое шасси, вы можете выбрать как такую версию, так и версию полностью защищающую, то есть до сих пор как бы покупают такие варианты, потому что данная накладка назначает полностью нижнее шасси, то есть немного катаемся и если перевернуть свою машинку, она у нас вся затертая, зашорканная. На самом деле, даже если сейчас вот эту машинку посмотреть, у нее вся нижняя дека, она прям вот хорошенько затертая, но при этом то есть вся шасси полностью защищена, ну вроде как опять же смотрится чуть может быть симпатичнее, нежели вот такая просто узкая накладка. Тут выбор остается в любом случае за вами, надеюсь видео было полезным и теперь у вас не осталось вопросов чем они отличаются и какую выбрать именно для вас. В принципе, наверное все. Если видео вам понравилось, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать такого рода видео. Всем пока!